Здравствуйте! Меня зовут Николай Пивненко. Это программа «Открытый диалог». Как всегда, мы наблюдаем с вами за всеми событиями, которые происходят в городском округе Люберцы, далеко за его пределами. И несмотря на то, что ситуация сейчас непростая, хотя вроде бы она тоже уже меняется, слава богу, ничто в жизни не стоит на месте, и мы очень надеемся, что рано или поздно вся наша жизнь нормализуется. Да, она, наверное, изменится, но все-таки вернется на круги своя. Но что-то в нашей памяти, безусловно, останется. А слово «память» сегодня в какой-то степени будет, наверное, ключевым в нашей программе, потому что говорить мы будем в том числе и о таком варианте памяти, как памятник, как произведение искусства, как скульптура. И у нас присутствуют здесь в студии собственные персоны, заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской Академии Художеств Александр Рожников. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, дорогие земляки. Я рад, что меня вновь пригласили на наше либрецкое телевидение, готов ответить на вопросы. У нас даже сегодняшняя программа будет все-таки посвящена именно вам, как человеку, который добился не просто успеха, а он видит плоды своей работы сам, и еще есть возможность этими плодами работы делиться с другими людьми. Вот скажите, пожалуйста, как рождаются скульпторами? Ими становятся или рождаются все-таки? Нет, у нас и генералами становятся, и скульпторами становятся, и художниками, и певцами, и так далее. То есть, на мой взгляд, человек рождается уже талантливым и многосторонне, развитым потенциально. Другой вопрос, почему они становятся, другие не становятся, это уже как бы в процессе жизни. То есть вы считаете, что любой человек, в принципе, может нащупать свою миссию в этой жизни, в самом начале пути? Я вот ребятам, юным художникам обычно такую интересную вещь рассказываю, я в свое время где-то прочитал, сейчас не помню. Вот у нас грамоте учатся первого класса, всех поголовно, и все учатся, и научиваются, если так можно сказать, писать. А что такое грамот? Это абстрактная графика. То есть вот эти вот буквы – это абстрактные знаки. Но если каждый человек может научиться читать и писать, и воспроизводить вот эти абстрактные знаки, значит, все мы потенциально можем стать и художниками, и скульпторами. Да, но там есть одно маленькое «но», что когда нас учат писать, нам дают образец, как нужно писать. Если я пятерку напишу по-другому, то учитель мне может надавать по рукам. В детских художественных школах, в средних художественных заведениях и даже в высших учебных художественных заведениях есть такой примет, как копирование. И мы копируем. Великих, известных. То есть и копируем рисунок, и копируем скульптуру. Ну, кстати, есть и такие художники, я имею в виду, которые этим зарабатывают на жизнь, которые идеально могут скопировать чужое произведение. Спросишь у него, почему ты сам не напишешь картину какую-то? Он говорит, мне лучше копировать, мне так интересно. Есть же такие люди? Есть такие люди, но такие художники, они себя ограничивают именно возможностью заработать. Но они же видят все тонкости этой картины. Да любой художник видит все тонкости этой картины, но художники, которые оставляют свое имя в истории, именно благодаря своим оригинальным произведениям, они планку ставят выше, они пытаются осознать этот мир, в котором живут. И если они выбрали стезю изобразительное искусство, то выдать что-то такое, что было бы на уровне мастеров, которые были до них. Но было оригинальным. Потому что каждая эпоха, она рассвечена, на мой взгляд, своим спектром каких-то ярких красок. И как раз человек творческий может эти краски собрать в какую-то неповторимую мозаику. Эта мозаика будет такая же яркая, как и созданная до него, но она будет именно его. Знаете, это как калейдоскоп. Сколько ни крути, всегда картинка разная. Но с другой стороны, он может, даже перерисовав чью-то работу, не скопировав, а перерисовав, сделать ее каким-то новым звучанием наполнить. Я к чему просто это веду? Нет, это уж как бы естественно. Это даже как разные люди поют одни и те же песни, и у всех получается освоен. Иногда одни и те же поют по-разному, свои же песни. Поэтому тут вот опять-таки в зависимости от того, что творец перед собой ставит. Но вы ставите перед собой задачу, как вот перед творческой единицей, что я должен быть оригинален в том или ином проекте. Я такую задачу не ставлю вот как таковую. Я должен быть оригинальным. То есть это само по себе? Это абстрактное какое-то понятие. Когда мне ставится задача в создании того или иного художественного произведения, то, скажу техническим языком, выдается техническое задание. То есть либо это парковые скульптуры, либо это памятник конкретному человеку, либо это монументальная композиция, посвященная некому событию и так далее. То есть я понимаю, что это произведение будет стоять именно вот в парке или наоборот именно на площади и так далее. То есть по-разному должно быть звучание этого, да? И учитывая, так сказать, опыт моих прошлых коллег, я понимаю, как к нему будут относиться потенциальные зрители, если оно будет выглядеть так или иначе, или по-другому и так далее. Но, опять-таки, если Вера Мухина создала рабочую колхозницу, ну как бы тупо повторить символ подъема промышленности и индустриальности до конца 30-х годов, сейчас, ну, я считаю, что она уже выполнена эту миссию и лучше нее уже никто не сделает. Да и соцреализм-то уже у нас как бы остался в прошлом. Поэтому, когда ты ставишь реальную задачу сегодняшнего дня, получается оригинальная композиция. Вот почему вы стали скульптором? Почему вы выбрали? Как это происходит? Я неоднократно уже это говорю. А, мне интересно, я уже говорил случайно. Я скульптором стал совершенно случайно. А кем хотели бы? Я собирался быть художником-оформителем. То есть получилось так, что в 78-м году я был призван в армию. Ну, до этого я всегда рисовал, как бы. А там, значит, когда замполит выявлял, кто умеет рисовать, ну, естественно, меня выявили и было оформление. Сначала писари идут, потом те, кто умеет оформлять. Ну, да, так сказать, причем так очень интересно было. Плакат на перрон писать умеешь, умею. Так. Барельеф Ленина рисовать умеешь, умеешь, на лист рисуй. А вам даже разрешили Ленина рисовать? По тем временем. Никто никогда не запрещал. Ну, ходили такие слухи, что... Вот. Барельефчик нарисовал, он бы все, будешь заниматься оформлением ленинских комнат. А с оформлением ленинских комнат, как бы, появилось желание после армии поступить в художественное, среднее художественное учебное заведение. Я, к сожалению, в школе учился не очень хорошо, поэтому... Ну, творческому человеку, это, может, ты... Поэтому я про ВУЗ и не мечтал. Ага. Вот. А когда в 80-м я пришел из армии домой, то начал искать подходящее учебное заведение, ну, и где бы можно было бы готовиться. Потому что, когда у тебя за плечами даже детская художественная школа не было, ну, в принципе, надо же, как бы, понимать, какие требования на экзамене. Так. Вот. Старший брат мне посоветовал найти работу, которая, как бы, соприкасалась с будущей профессией. Вот. И у нас в Текстильщиках в Москве я нашел художественно-оформлительский комбинат и пришел туда устраиваться на работу. Вот. У меня посмотрели, сказали, замечательно, какое у меня образование. Образование у меня было среднее. 55-я школа Красковская. Вот. И мне говорят, замечательно, говорят, но художники нам пока не нужны, нам нужны грузчики. Ты, говорит, парень здоровый, месяца два-три поработаешь, а потом мы тебя переведем в бригаду ученика-шрифтовика. Угу. Вот так вот начался мой, как бы, трудовой путь в искусстве. Вот. А в силу того, что в моих родных люберцах, кроме как скульптурной студии для взрослых в люберецком ДК тоже не было ничего, то я решил, как бы, полепить. Ну, пока не найду, где можно обучаться живописи. И вот здесь вот произошел очень, как бы, судьбоносный перелом. Когда Антония Васильевна Кузнецова, это профессиональный скульптор, которая ввела эту студию для взрослых, дала мне пару заданий сделать гипсовые копии, там, Дорифора, греческого бога, там, Диадамена, а потом еще и анатомическую голову Гудона, где-то это полгода занятий прошло, она была сначала удивлена, что я нигде не занимался до того вообще изобразительным искусством. Я пел в форе, я занимался хореографией, даже в колонном зале Дома Союза в полечку танцевал на одном, как бы, из конкурса, ну, будучи ребенком. Я занимался в нашем либерецком «Спартаке» немножко боксом и три года классической борьбой. Кстати, боксеров и спортсменов, так какого плана много в творческих людях. В общем, одним из тренеров у меня был Николай Михайлович Шимаков, чемпион мира в тяжелом весе по классической борьбе 65-го года. То есть, вот, как бы, очень в этом плане повезло. Вот. Но тут, как бы, вот, оказалась эта скульптурная студия. В общем, она меня убедила, что я талантлив, что у меня очень хороший глаз. Надо идти в этом направлении. И не надо мне поступать в среднехудожественное учебное заведение, на художников-оформителей. Надо поступать в Строгановскую на отделение скульптуры. Вот. У меня были, конечно, мнения в силу того, что, как бы, ну, не думаю я, что мне удастся поступить в ВУЗ. Ну, тем не менее, я очень интенсивно готовился в течение трех лет. Со второго раза я поступил в Строгановскую на отделение скульптуры. Причем для сравнения, на отделение дизайна принималось 55 человек в год, а на отделение скульптуры было принято 5 человек. То есть, вот такая ротация. То есть, пофамильно можно сказать. Да, да, да. И когда я начал учиться в Строгановске, я понял, что я получил от жизни просто какой-то бешеный аванс. Вот. Это действительно храм искусства. На тот момент преподаватель. Да и сейчас как бы. А что вот вы изучали как скульптор? Что необходимо для того, чтобы в дальнейшем уже делать большие работы? Я ездил в платную, по тем временам даже, в платную студию рисунка, потому что в Строгановску нужно было в качестве рисунка подавать обнаженку. То есть, фигуру обнаженную, портрет обнаженный. Вот. Какие-то композиционные работы, выполненные в пластилине, ну, там, на тему молодежь, в труде. Ну, да. Что-то вот как бы такое интересное. Плюс этюд обнаженный. То есть, вот это как раз я в скульптурной студии здесь и лепил, так сказать, еще один парень там был, кто тоже готовился. И поступил потом в Строгановску. Вот. Мы лепили обнаженку, портрет, фигуру. Вот. Что самое сложное было? Скорее всего, композиция. То есть, придумать некий сюжет, который будет интересен. Потому что, ну, лепить обнаженную модель, вот, стоит фигура. Ну, это вот, опять-таки, зоркий глаз, и можно, как бы, воспроизвести. Плюс, как бы, есть такие технические моменты, можно циркулем померить. Но, тем не менее, вот, этих навыков хватило для того, чтобы выполнить программу для просмотра. А в Строгановску сначала приносишь, значит, по трем предметам работы именно по специализации. То есть, рисунок, этюд непосредственно и композиционные какие-то вещи. И комиссия, прежде чем тебе дать бланк заявления для того, чтобы... На участие, да? На участие, да, в экзаменах. Процессии, да. Да, это так называемый просмотр. Они смотрят, с чем пришел человек. Вот, и я должен сказать, что мне и в первый раз, так сказать, дали возможность поучаствовать в экзаменах. Я не добрал полбала в 82-м году. То есть, я был восьмой в списке из семерых принятых. Ммм. Вот. А следующий год, 83-й, он был еще сложнее. Всего оставили на отделении скульптуры 5 человек. Я вот в пятерку попал. Ну. Вот. И где-то к четвертому курсу, причем меня на первом курсе назначили старостой группы. Вот. А к четвертому курсу моя группа стала лучшей в Строгановке. Это был 87-й год. У нас был семестр, когда все мои пять человек... Ну, пять человек было русских, и еще двух монголов нам добавили, походу. Вот все семь человек получили стопроцентные отличные оценки по итогам осеннего семестра. Прекрасно. Вот давайте мы здесь сделаем паузу, и дальше уже пойдем во вашу взрослую жизнь и напомним нашим зрителям те работы и те проекты, над которыми трудился и будет трудиться Александр Рожников, заслуженный художник Российской Федерации. Продолжим через несколько минут. Напомню, это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Александр Рожников, заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской Академии Художеств. В первой части мы вспомнили с вами, как это... Ну, такая, в общем-то, эксклюзивная такая история. Почему? Потому что, когда люди поступают, ну, так, скажем, в традиционные вузы, это одно дело. Даже в театральные, то там гораздо больше людей, да, может поступить и так далее. А у вас вот такая была избранность. Скажите, пожалуйста, сколько на сегодняшний день вы как-то ведете счет своим работам? Ставите там крестик или ведете какой-то каталог? Я периодически подсчитываю, иду, каталоги тоже как бы веду. Вот на сегодняшний день более 70 монументальных произведений, включая мемориальные доски, портретные и бюсты. Порядка, наверное, 10 надгробий, причем портретных на престижных кладбищах в том числе, на Тройкуровском, на Холландском. Вот. Ну и, наверное, где-то порядка 20 станковых произведений. Ну, это как бы выставочные вещи, которые, я их называю, музейные. Ну, вот, понимаете, для того, чтобы все это обхватить, несмотря на то, что вы не раз уже были в эфире, тем не менее, давайте мы как-то разделим это на несколько. Почему? Потому что история, как ни странно, например, надгробных произведений тоже имеет свое очень важное значение, как мне кажется, для художника, потому что там надо много чего передать. Вот я правильно понимаю, что Чайковский – это ваше произведение? Тот, который стоит в Клину, на территории Дома-музея, да, это моя работа. Как говорят некоторые посетители, так хочется забраться на скамейку. Ну, мы когда этот проект придумали, мы так и располагали, поэтому предполагали, что люди… Все равно вот эта вот мания сфотографироваться с Великим, она неистребима, слава богу. Поэтому мы сделали невысокий постамент, чтобы, ну, как бы потенциальным зрителям и людям, которые посетят музей, было проще забраться. Памятник полуторанатурный, поэтому… Это как понять? А, полтора размера, да? Если человек метр восемь, то там фигура Чайковского 2,70. Вообще, вот, как скажем, габариты памятника, они важны для передачи эмоциональности? Они важны, но художник должен, так сказать, понимать, где он это ставит. То есть, допустим, если это Петр Первый в Москве, и вот такая штука, то это одна ситуация. А если Чайковский, который стоит на территории дома-музея, он не может быть огромным. Но, тем не менее, полтора натура вот этого памятника дало возможность, как бы, любому гражданину, который присаживается на скамейку, понять даже за счет вот величины, кто он и кто Чайковский. Ну, вы согласитесь со мной, что скульптура, ну, условно назовем ее на скамеечке, да, она ведь довольно традиционная история. Их много. Есть, ну, как мы говорим, арт-проекты всякие, да, каких-то людей известных, неизвестных, или просто кого-то. Я вот побывал сейчас во многих городах страны, сейчас очень модно, на всякие аллеи, да, там памятник учительницы, ну, не памятник, арт-объект, да, арт-объект учительницы, арт-объект, просто кто-то там стоит. Я уж не говорю про каких-то известных людей. То есть, это художник делает для того, чтобы у человека, на которого это произведение произвело впечатление, хочется ему погрузиться поближе, присесть, обнять, сфотографироваться. В данном произведении стояла немножко другая задача. Петр Ильич переобрел эту усадьбу для того, чтобы в тиши, так сказать, загородной жизни писать великие произведения. Да. Вот. Я пытался поставить себя на место Петра Ильича. Кстати, это конкурсная работа, мы выиграли конкурс всероссийский на это, и именно нашу работу признали лучше, и она поэтому стоит. Так вот, я представлял себе Петра Ильича, который, ну, тут утром встал, там, позавтракал, вышел в парк. Подышал. А музейщики рассказывали, что он всегда с собой блокнот носил и карандаш, потому что в любой момент могла мелодия прийти, и он ее быстренько фиксировал. Так вот, исходя из того, что этот памятник должен был стоять на территории дома-музея, а вот пришла музыка. Никак. А тут скамейка, именно садовая скамейка, именно такая красивая. Ну, нашел сразу данное место. Он присел на эту скамейку и записал, у него же там этот блокнот как раз... То есть скамейка для удобства была, да, просто для удобства. Причем она уместна, потому что это сад, это парк, и для удобства записать, так сказать... Там, кстати, реальный фрагмент пиковый дом у него в этом блокноте. Я попросил музейщиков, мне сделали ксерокопию вот этого подлинного блокнота, и там вот этот фрагмент, он почерком Петра Ильича, но в полтора раза увеличенный, все перенесено вплоть до запятой. Это важно сейчас, потому что... Музыканты садятся, которые умеют читать нотную грамоту, они обалдевают. Мне один японец звонил, спиральщико, правда, и просто восхищался, что вот такая вот придумка. Так вот, второй момент. Памятник стоит и зимой, и летом. Во что одеть? Ну да. Оденешь в шубу, летом будет смотреться, как будто дедушка замерзает. Да. Оденешь вот как у нас на набережной стоит Пушкин, как красиво рубахи. Зимой, когда снег на него падает, ну просто... Это жалко за поэта, вот... Поэтому был поиск, что одеть. Поэтому был одет сертучок, снята шляпа, шляпа здесь. То есть, в принципе, если для чего, то шляпу можно одеть. Такой вот даже нейтральный костюм... Демисезонный. Да, он и зимой, и летом воспринимается нормально. И это уже не отвлекает от восприятия образа великого композитора. А вот скажите, вы когда работали над этой работой, почему я так о них спрашиваю? Я ее очень долго рассматривал, она мне нравится. Вы подукрали, подсмотрели что-то из других Чайковских, я имею в виду из памятников, не сами фотографии, да, которые, картины присутствуют? Подукрали я сейчас в хорошем смысле слова говорю, потому что... Вы знаете, я, естественно, знакомился с разными Чайковскими. Кстати, там в Клину стоит памятник Чайковскому Говоркиана, который, скажем, полный рост. Ну и, соответственно, Вера Мухина и Чайковский стоят около консерватории. Ваник Ушина стоит. А вот есть много композиции. Самое интересное – украсть нельзя. Почему? Ну, если украсть, это надо точно повторить... То есть копия будет? То есть точно повторить. То есть должно быть свое? Композиционное решение. А когда ты делаешь реальный исторический образ, и когда ты пользуешься фотографиями, когда ты создаешь портрет, это только твое. Это прикосновение твоих пальцев. И то, что он на скамейке сидит, и то, что десяток мужиков, которые сидят на скамейках в разных позах, ну, эти все мужики, они сидят, ну, та же дама с собачкой, он в Раменском, она сидит тоже на скамейке. Но там другое поэтическое восприятие. Там же не Чайковский сидит, а дама с собачкой. То есть там какая-то романтика, там место для свидания. А когда сидит Чайковский у себя на территории усадьбы, или, допустим... В одиночестве, да. Или в консерватории. Вот я, Вера Ухин, мне очень помогла не делать Чайковского вот такого. Я учился очень у достойных учителей. Один из них – это народный художник Российской Федерации Александр Николаевич Бурганов, который очень интересную вещь мне рассказал, ну, как бы нам, студентам. Вот, говорит, вы когда создаете произведение, вы все-таки пытаетесь понять, как оно будет смотреться в разное время года, в разное время суток, в разных погодных условиях. Вот когда Ленин на площади стоит с поднятой рукой, и когда внизу демонстрация, это классно, это уместно. А представляете, площадь пустая, дождь, снег, а Ленин стоит. Да, да, да. Поэтому, когда вот Чайковский около консерватории такой вот весь в музыке... Ну, сейчас, да, музыка появляет. Как бы, вспоминая рекомендации своего преподавателя, я сделал Чайковского в себе. Он и днем, и ночью, и утром, и вечером, и у него время года, он в музыке. Вот он сидит и записывает. Ему не важно, что происходит во внешней среде, ему важно, что он слышит музыку. И он ее фиксирует. Хорошо. Вот еще два направления. Это вот, скажем, такая скульптура, да, серьезная, памятник конкретному персонажу. Вот мы знаем, что в Люберцах, мы говорили об этом, вот зонтик знаменитый. Я не знаю, как правильно называется это. Танцующий под зонтик, на жаре под зонтик. Вот это как назвать? Это памятник? Это парковая скульптура. Парковая скульптура. Это парковая скульптура. Да. Вот это вы получаете как заказ? Как вам приходит заказ? У тебя просто вот виды, что здесь у вас лежит территория культуры Подмосковья. И там в том числе... Заказы приходят по-разному. То есть, если это частный заказ, значит, обращается частное лицо, ну, допустим, на отгробие сделать. Если это государственный заказ, то, ну, либо приглашают участвовать в конкурсе, как вот в Череповце мы участвовали в конкурсе на памятник медицинским сестрам, или, как у нас в Люберцах, на памятник Трём Ивану. Участвуем в конкурсе и там либо выигрываем, либо не выигрываем. Это уже как бы другая история. Что касается вот этих двух композиций, которые у нас в парке стоят в Люберцах, танцующие на шаре под зонтиком и танцующий вальс, это как бы был прямой заказ. Как бы в процессе реконструкции парка. То есть я был приглашен главой нашего городского круга, Владимир Иванович Ружицкий, который поставил задачу придумать что-нибудь красивое для молодежи. Что-нибудь. Да, что-нибудь красивое для молодежи. Но что-нибудь это как бы... Мы с ним давно дружим, уже более 20 лет, поэтому как бы понимаем друг друга с полуслова. Вот когда у нас пешеходную зону делали, а предварительно я вам показывал две композиции, посвященные группе Любе. Вот он это вспомнил, он меня пригласил, мы еще раз вместе как бы с администрацией посмотрели обе композиции, выбрали вот ту, которая сейчас стоит. Поэтому с ним очень приятно работать, он человек творческий, очень как бы такой настоящий хозяин. Понятно. В самом хорошем смысле этого слова. И зонтики получились у вас прям таким символом. Вот. И в силу того, что у нас за дворцом культуры в конце концов построят хореографическую школу, то вот с той стороны я как раз придумал композицию «Танцующий вальс». Да. Она такая очень... мне самому нравится. Как это ни странно. Она очень такая получилась воздушная и действительно динамичная. А вот «Танцующие на шаре под зонтиком», я очень много видел подобных композиций. Именно вот шар, мальчик с девочкой, там зонтик и все это вот в фонтанах льется. Но на мой взгляд, там не хватало динамики. И тут вот как бы совершенно спонтанно родился вот такой образ. Причем он как бы даже не спонтанно родился. Я совершенно случайно в парке видел, как один папа там девушку своего так вот крутил. Ну то есть за ручкой взял и начинал. А-а, и все, вам пришло. Она там хохотала. И вот я мысленно поставил, превратил ее в девушку, поставил ножки вместе. Вот они там держатся. Ага, получилось. И получился такой вот как бы танец и зонтик. Как меня спрашивают, почему зонтик, почему девочка босиком. Я говорю, ну если вы посмотрите на этот шар, то это в принципе поляна, там цветы. То есть девочка босиком бегала по поляне. Ну да, то есть вы ее превратили в... Начался дождь и парень выскочил, чтобы ее прикрыть. А она, так сказать, вместо того, чтобы под зон забежать, она начала его раскручивать. И вот они так раскрутились. Но вот этот вот земной шар превратился в цветущую поляну. Ну здорово. То есть получилась такая совершенно оригинальная композиция. Я, честно говоря, интернет перелопатил, чтобы посмотреть. Думаю, ну нигде нет ничего подобного. Да, что миндан. Тема есть. Композиционного решения именно такого нет. Это главное. У нас остается немного времени до конца программы. Вот вы нам принесли, я так понимаю, это какие-то каталоги, да? Ну это разные каталоги. Здесь как бы собраны работы разных лет. Кстати, у меня было очень интересное, так сказать, начало после строганки творческой деятельности. В 89-м году создали Красковский фарфор. Вот такие вот изделия. А вот так вот вертикально. Ага. И в 91-м году, в октябре, то есть вообще накануне развала Советского Союза, мы получили серебряную медаль ВДНХ СССР за вот серию этих произведений. Уже наша программа подошла к концу, но поговорим еще в следующий раз. Много каких есть вопросов к человеку, который умеет видеть не только в движении, да, но умеет красиво. Я живу у нас в Люберцах, поэтому всегда готов. Спасибо большое. Александр Рожников, заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской Академии Художеств. Меня зовут Николай Пивненко. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. Не болейте. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!